Достаточно, чтобы побеждать. Я думаю, что он серьезно уступает Джонсу. И дальше как раз Карме говорит о том, что только он способен победить. Единственный человек в полутяжелом весе, кто может что-то противопоставить Джонсу, это я. Теперь ждем ответ от Боунса. У них с Карме «теплые» в кавычках отношения, так что его ответ тоже должен быть интересен. Петр Ян высказался о своем сопернике Дотсоне, и вот что он говорит. «Бой покажет, какие вызовы он представляет мне, и я постараюсь решить их. Если все будет хорошо, я закончу бой досрочно. Я буду преследовать его, найду его челюсть и нокаутирую», — сказал Ян. Интересно и то, что многим болельщикам не понравилось, как начал высказываться Ян, что в его словах начали замечать заносчивость, а жест, когда он покрутил рукой у лица Дотсона, вызвал яркие обсуждения в духе «зачем это было делать?». В любом случае, нравится наблюдать за боями Петра. Боец он, конечно, яркий, и желаем ему победы. С нетерпением ждем их поединок с Дотсоном. Их бой в воскресенье утром. А теперь о завтрашнем поединке. Нас ждет очень интересная встреча Шамиля Завурова с Мансуром Барнауи. Хабиб Нурмагомедов поддерживает своего друга, и в том числе в социальных сетях. В инстаграме он пишет «Если это твое, то победа от тебя никуда не денется. Просто создай причины, брат, пусть Всевышний поможет тебе во всем». Напомню, что Шамиль Завуров сразится в финале гран-при РОДФС за 1 миллион долларов, и у него появится право биться с чемпионом организации. С которым, кстати, у них уже произошла стычка и небольшой диалог. А о мотивации спортсменов и накале страстей здесь и говорить не приходится. Все и так понятно. А где же и во сколько смотреть? И главный вопрос. Прямая трансляция РОДФС 52 начнется завтра, 23 февраля, в 11 часов по московскому времени. За ходом событий можно будет смотреть в официальном твиттере, РОДФС и в социальных сетях. И, конечно, я сделаю обзор этого поединка у себя на канале. В рамках данного мероприятия запланировано 11 поединков, и, как видим, главный как раз бой Завурова. Желаем победы и подписывайтесь, чтоб знать больше. Субтитры создавал DimaTorzok